Почти 4000 километров преодолели из столицы Казахстана, Астаны, в Беларусь, родственники красноармейца-пулеметчика Жакена Бесенбинова, чтобы побывать в местах, которые защищал и где погиб их героический предок. Долгое время уроженец Акмолинской области считался пропавшим без вести. Сегодня на месте его гибели стоит памятный знак, а в Национальном парке Беловежская пуща установлен памятник в честь трех пулеметчиков. Сегодня этой дорогой можно пройти только в сопровождении пограничников. Поют птицы и скрится солнце в густолюстве пущанских деревьев. А 83 года назад, 27 июня 1941 года, именно в этом месте в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили три красноармейца-пулеметчика, два казаха и один русский. Они почти на сутки сдержали продвижение превосходящих сил противника ценой своей жизни. Сегодня здесь с белорусской землей объединилась казахская. Аринбасар Аразалиновой с дочерью Айжан в этом году наконец-то удалось осуществить давнюю мечту – приехать в Беларусь и посетить места гибели и захоронения своего родственника-героя. Старшего брата отца Жакена Бесенбинова. Чтобы почить его память и объединить родовую линию, которую строка «Пропал без вести» во фронтовом документе разорвала на целых 83 года. Бесенбеков Жакен – папин брат, а Кругмбаев Жабага – мамин брат. Маминого брата мы еще до сих пор не можем найти, неизвестный, он пропал без вести. А вот во время ковида пять лет назад Лейла Ахметова позвонила в Караганду. Она, кажется, здесь была, она узнала, что уже нашли имя. И уже через карагандинских историков нам позвонили в аулу. Героическая история Жакена Бесенбинова, который вместе с Акбюбакбаром Махмудовым Ильей Гончаровым летом 41 года защищали стратегическое направление Брест-Беловежа, получила достойное завершение в современности. Сегодня герои упокоены под скульптурой пулеметчика на въезде в Беловежскую пущу. Буквально две недели назад памятник был открыт после реконструкции. В нашем районе ежегодно не менее двух воинских захоронений проводится текущий ремонт за счет средств районного бюджета. Я думаю, что такая работа должна проводиться постоянно. История Великой Отечественной войны сегодня нашла свое продолжение на территории Национального парка Беловежской пущи. Сегодня к нам прибыли родственники из далекого Казахстана, погибшего в 1941 году в июне месяце рядового пулеметчика. Мы продолжаем нашу историю помнить и знать подвиг народа. Отрадно, что даже спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны люди продолжают искать своих погибших родственников. И продолжают чтить и помнить. Татьяна Стасюк, Тигран Акопян, телерадиокомпания, Брест.